Плов с белыми грибами и чагой, грибная поливка и даже грибные десерты. В конце июня на Алтае пройдет уже седьмой по счету международный гастрономический фестиваль Ахфест. Его главным продуктом в этом году, как вы уже могли догадаться, станут грибы. Околдовать над блюдами будут несколько десятков интереснейших шеф-поваров из разных стран, в том числе Беларуси, Казахстана и Монголии. Подробнее о самом мероприятии, а также о гастрономических трендах поговорим сегодня с создателем фестиваля Константином Михеевым и виртуозом современной кухни Романом Мельниковым. Здравствуйте, уважаемые гости. Константин, Роман, очень рады вас видеть. Начну, Константин, с вас. Первый вопрос вам. И вот, прежде всего, с грибов. Почему грибы? Ну, каждый год фестиваль выбирает разную тему. Изначально, конечно, тема фестиваля. Мы готовим на траве, в траве с травой. И каждый год новая тема. Был праздник лопуха, был праздник всем по кундюбкам. В прошлом году была пихта или пихта. И просто навеяло грибы. Мы работаем с грибами, мы работаем с лечебными грибами. И мы хотим немножечко рассказать про кухню полезную с грибами. Ну, и, конечно же, традиционную. Развить вот эту традиционную кухню разных народов. Роман, вот насколько мне известно, именно грибы стали главным гастрономическим трендом прошлого года. Что вы можете сказать о пользе этого продукта? Как вы вообще к нему относитесь, ну, вот как шеф-повар? Ну, так оно и есть. Грибы, действительно, иногда недооцененный в современной кулинарии продукт. Он очень универсальный, как вы уже сказали, что мы будем делать на фестивале и грибные, даже десерты, да. Мы будем использовать их в первых блюдах, во вторых блюдах, да. Мы будем использовать даже в плове, там. И на самом деле они раскрывают и подчеркивают некоторые вкусы гораздо интенсивнее, чем привычное нам, там, мясо, допустим, которое мы используем. А также всегда грибы очень полезны, да, и что подчеркивает особенно колорит натурального продукта, который мы используем в кулинарии. Вот лично я сколько слышала, говорили про грибы, что они такая очень тяжелая пища, тяжело переваривается, а тут вдруг польза грибов. Вот что можете сказать по этому поводу? Ну, допустим, вот у нас сейчас стоит гриб чага, да, вот, он противоопухолевый, допустим, гриб рейша, да, тоже несет очень большую пользу, вот, потому что и обычные грибы, может быть, они и тяжелые, но они достаточно количества белка, да. Наши предки использовали тоже активно очень грибы, а еще раз подчеркнуть, потенциал с кулинарной точки зрения, да, он просто, мне кажется, практически безмерен. Про пользу, может быть, Константин, вы еще что-то скажете? Существует теория, что грибами можно вылечить все болезни, то есть мир грибов, он велик и многообразен, вот, существует много мистических различных историй про них, что они там между собой разговаривают и все такое прочее. На самом деле очень много грибов используются в народной медицине, то есть мы не говорим про какие-то там экстремальные вещи, а именно про то, что вот и чага, и рейша, и ежовик, и агарикус, то есть этот мир многообразен, ну и конечно те же самые лисички, белые боровики, мы все это будем использовать. Роман, вот какими блюдами лично вы планируете удивлять гостей из грибов и какие грибы вы будете использовать? Ну, будем использовать соответственно такие всеми известные, это белые, подосиновики, подберезовики, опять-таки это будет и чага использоваться, конечно же и лисички, вот, поэтому практически возьмем большое разнообразие грибов, да, и тепличные те же там, вешенки, шампиньоны тоже пойдут в ход. А блюда какие будете готовить? Ну, одна из них, которые вы уже упомянули, это полевка грибная, да, это такая наваристая похлебка очень сытная, а также будет у нас такое старое алтайское блюдо арома, это наподобие ленивых манты, только в виде рулета, где тоже будут использоваться грибы. Также у нас будет и плов с грибами, у нас будет еще, помимо этого, практически бургер будет тоже с грибами, практически все блюда, которые мы привыкли есть без грибов, мы попробуем в этот раз с грибами, конечно. Вот, Константин, кто еще будет удивлять гурманов на этом фестивале, откуда повара? Ну, мы сотрудничаем очень плотно с различными ассоциациями поварскими, вот, в этом году у нас большое, значит, внимание со стороны шеф Тимраша, это не молодая такая ассоциация, но к нам приезжают еще гости из зарубежья, едет команда из Белоруссии, которая будет традиционными белорусскими блюдами удивлять, едут наши товарищи из Монголии, команда девушек, которые будут нас удивлять интересной бараниной, безусловно, с грибами. Конечно. Вот, и едут наши друзья-казахи. А что можно сказать о квалификации этих мастеров и о самой программе фестиваля, наверняка она, ну, опять же, чем-то будет отличаться от предыдущих? Ну, каждый год отличается, этот год, во-первых, он более широкий, у нас фестиваль будет не один, а два дня, и если первый день у нас будет больше посвящен именно кухне наших друзей, мы делаем на ней акцент, это Монголия, Белоруссия, Казахстан и какие-то интересные наши блюда, то второй день это такой русский разгуляй, и эти команды уже, значит, участвуют в русском таком хлебосолье и раздолье. Что касается квалификации, то нужно понимать, что мы приглашаем ребят, которые попадают в гастролабораторию, то есть мы им даем какие-то компоненты, и они экспериментируют, и поэтому у ребят должен быть высочайший уровень для того, чтобы понять, как с этим работать, ну и осечек у нас еще пока не было. Роман, вот знаю, что вы работали в разных странах, наверняка разбираетесь в тонкостях в разных кухнях. Какая кухня ближе вот лично вам, и что вы можете сказать о российской кухне, вот о ее трендах, о ее уровне сегодня? Ну, на сегодняшний день наша кухня на подъеме, да, мы начинаем поднимать те старые рецепты, которые использовались еще очень давно. Сейчас, естественно, мы переделываем их на современные уже лад, современные, используем техники приготовления, поэтому сейчас для современного шефа очень большой, так сказать, пласт для творчества. А кухня какая ближе к вам? Мне кухня, ну, русская кухня, она, когда я только начинал свою карьеру, я познакомился с хорошими шеф-поварами, которые знали хорошую советскую, да, кухню, поэтому, где накрывали большие столы, там, фаршированные поросят, и все, русская хорошо. Есть европейская, конечно, там, и Франция, и Италия тоже есть из нее, что подчеркнуть, да, но сейчас, в последнее время, действительно, очень интересно изучать региональную кухню, в том числе и Алтая. А еще, вот знаете, о тенденциях у вас чуть глубже быть, может, спрошу, какие сейчас вообще блюда в топе, что называется, это такие больше сложно сочиненные какие-то рецепторы или простые, вот вы говорите сейчас региональная кухня, да, но мне кажется региональные блюда, поправьте меня, я, конечно, не специалист, если что, да, но это такие прям упрощенные блюда, мне кажется, нет? Не всегда. Не всегда, не всегда, да, и на самом деле, некоторые вещи воссоздать приходится еще потрудиться, но вообще, в целом, я бы хотел сказать, что сейчас тенденция того, чтобы облегчить по калорийности блюда, да, при этом добавить какую-то современную текстуру, или, например, сделать таким образом, чтобы, например, в нескольких текстурах был один и тот же продукт, например, в блюде, где будет и рыба, и печеная, и в виде мусса, возможно, в виде какой-нибудь пены или еще чего-то, также и связанное с мясом, да, но опять-таки идет тенденция вот именно последнего времени все-таки чуть упростить блюдо, да, но при этом подчеркнуть, обвиняю, подчеркнуть какой-то интересный вкус, который раньше человек не знал. Константин, я чувствую, вам тоже есть что добавить. А, ну, разные есть взгляды на кухню, а сейчас развивается вот то, что Роман сказал, в плане региональной кухни, но это, наверное, точнее сказать, по мотивам, вот как по мотивам народных сказок, по мотивам того, что делалось раньше. Вот у нас, например, есть, все смеются, второе, топовое блюдо – это кундюбки, да, это староверовское блюдо, которое готовится там с грибами всем, то есть раньше это там была одна история, сейчас, конечно, мы используем современные технологии, современные вытяжки, там, той же крапивы для добавления в тесто, и мы создаем новые композиции, фактически мы создаем новую региональную кухню с использованием тех технологий, которые у нас сейчас появились, но с историей вот той нашей старой. То есть мы все-таки возвращаем те старые корни в нашу кухню. А вы можете привести примеры сейчас, чтобы зрителям было понятно, вот насколько вы берете какие-то исконные такие продукты, да, и осовремениваете их? Вот я знаю, там, лопух очень часто вы там используете, даже выращиваете в промышленных целях. Еще, быть может, вот какие-то продукты, чтобы зритель понимал, насколько это вот такие вот, ну, даже, может быть, экзотические для современного человека вещи. Ну, с лопухом там все понятно, хотя, когда мы его начали садить, там, у народа были вот такие глаза, кто же сорняки садит, да, есть, например, такое растение солянка холмовая, вот, и оно используется в народной медицине. Мы его начали добавлять в кухню, и с ней получается обалденная уха, и Роман будет готовить в полевой кухне, значит, зеленую уху солянка холмовой. И если мы подходим просто, ну, что такое солянка холмовая? Она там для печени, а мы ее развиваем дальше, она полезна для сердца. Она обладает лифтинг-эффектом, то есть это антиэйдж, то есть у вас уха сердешная, антиэйдж, и, в общем, такая, другая совсем история получается. То есть, получается, наш фестиваль берет и осовременивает, создает, как вы сказали, уже такую новую алтайскую кухню. То есть можно ли говорить о том, что он задает какие-то даже гастротренды, вот именно здесь они рождаются и потом распространяются? Безусловно, то есть мы себе такую задачу и ставим, что, во-первых, мы привлекаем профессионалов к нам на площадку, даем им в руки экспериментальный материал, с которым они, ну, мы так и нам играются, создают новые вкусы, новые блюда, вот с той старой историей. То есть никто не любит лечиться, все любят поесть, и мы, собственно говоря, создаем еду не просто вкусную, но и полезную. То есть это направление носит название города Гастроботаника, когда мы делаем вкуснейшую еду с пользой для нашего организма. Но создать еду – это одно дело, а вот ее еще распространить, продвинуть, да, и популяризировать, так скажем, сложнее. Вот наверняка же мастера как-то там не просто готовят, еще какие-то вопросы обсуждают, да, вот именно вопросы вот делового направления, продвижения вот каких-то блюд полезных. Какие-то у вас мероприятия вот такого ключа будут? Да, в рамках, значит, фестиваля у нас будет проходить деловая программа для профессионалов ательеров, для профессионалов кухни, где мы будем рассказывать как раз о новых тенденциях, где наши шефы, о которых мы пригласили, будут рассказывать интересные техники переработки, истории создания новых блюд для того, чтобы популяризировать гастрономию и гастротуризм, вот на нашей территории. Роман, хотелось услышать ваше мнение по поводу наших алтайских продуктов, нашей алтайской кухни и вообще по поводу того, ну вот удается ли вот нашему гастрофестивалю задавать тренды, вот вам как мастеру, как кажется? Ну, я вот уже в третий раз приезжаю на фестиваль, могу сказать, что действительно интересно очень поработать с местными продуктами, да, и тенденция того, что мы подчеркиваем здесь, как вообще вся профессиональная шеф-команда, естественно, они все разъезжаются по регионам и уже берут тот продукт, с которым мы работали здесь и пытаются его внедрить, соответственно, в свое новое меню, да, в свое заведение, да, и вот за счет этого, естественно, все идет такое активное распространение, а вообще, на самом деле, алтайская кухня, она очень интересна и для современного, так сказать, шефа есть много чего подчеркнуть, и в первую очередь мы говорим о натуральных продуктах, это о травах, о грибах, соответственно, которые где-то были подзабыты, а сейчас, такое сказать, новое веяние и дыхание использования их в кулинарии. Какие наши продукты вам больше всего нравятся? Ну, понятное дело, все, что связано с травой, что с Константин говорил тоже, вот я пробовал и там солянку холмовую, да, там и тот же лопух и так далее, молочная продукция, это крупы, конечно же, да, ну и грибы. Вы используете их там у себя в столице, наши какие-то продукты, травы прежде всего? Да, конечно, и на самом деле я вижу очень большой интерес гостей, посетителей, заведений, да, потому что они, ну, никогда этого не пробовали, да, и у них искренне они хотят, а когда они узнают, что еще благодаря фестивалю, где мы это все экспериментируем, да, что эта еда еще становится полезной, а в современном, да, на мире это очень важно, вот, они это берут с удовольствием и пробуют. Ну и в завершение, Константин, вот как вам кажется, на каком этапе развития у нас гастрономический туризм, наш, алтайский? Ну, если честно говорить, мы развиваемся еще только, мы развиваем новые тренды, новые идеи, и развиваем вот наше гостеприимство, это процесс бесконечный, вот. Из этих всех процессов происходят новые технологические какие-то решения, возникают новые продукты, и, ну, мы стараемся делать все, чтобы наш регион в этом смысле стал максимально интересен для наших гостей. Ну, на уровне других регионов, наверное, все-таки мы, я надеюсь, не хуже. Мы на уровне других регионов во многом лучше, вот, если уж так говорить, но мы же всегда подходим с максимально требовательной к себе лично, поэтому у нас еще в нашем вот этом длинном пути много дорог. Спасибо большое за ваше участие. А я напомню, что сегодня о приближающемся гастрономическом международном фестивале мы разговаривали с создателем Константином Михеевым и виртуозом современной кухни Романом Мельниковым, который будет принимать участие в этом фестивале, так же, как и еще несколько десятков шеф-поваров. Спасибо, до свидания.